В 58-й школе прошла семейная спартакиада под девизом «Сильные, смелые, ловкие». Команды, в состав которых ходили дети и их родители, соревновались за звание самой спортивной семьи района. День учителя в Орджоникидзевском районе отмечали в спортивной форме. По инициативе и финансовой поддержке депутатов фракции партии регионов на территории спортивной площадки одной из школ города прошло соревнование, направленное на объединение семьи и воспитание боевого духа учащихся. Сегодня такое мероприятие с таким прекрасным девизом «Сильные, ловкие, смелые» проходит в 58-й школе. Участвуют команды двух школ, это 20-я школа наша и 58-я. В состав команд это и дети учащиеся, и родители, и родственники. Начинать реформирование государства надо соотношение в семье, воспитание детей, воспитание взрослых. Очень важно, что на такие соревнования приходят обычно дети с родителями, с бабушками, с дедушками. Это помогает им вместе потом переживать победы или поражения. Это учит их дружить, болеть друг за друга и укрепляет вообще семью. Я очень люблю спорт, занимаюсь по утрам зарядкой. Папа у меня мастер спорта, я тоже хочу стать мастром спорта. Моя семья – самая сильная команда. Мы пришли только за победой. Для семейного сплочения организаторы придумали несколько конкурсов на силу, смекалку и выносливость. Метание на меткость, забрасывание мяча в баскетбольную корзину, волейбол, катание на самокате и даже рыбалка. Своё умение ловить рыбу продемонстрировали и представители городской власти, пообещав, что подобные мероприятия с этого дня обязательно войдут в традицию Запорожского региона. Самое главное здесь не в том, чтобы помочь провести этот праздник, а самое главное в том, чтобы такие праздники проводились все чаще и чаще, и не только в этой школе, но и в других школах нашего города. Для всех участников семейной спартакиады организаторы подготовили призы, подарки и вкусные сладости, отведать которые смогли сразу по окончании состязаний.